Вот эта книга о Дмитрии Михайловиче Пожарском, моём полном тёзке. О людях, творивших историю России, Дмитрий Володихин знает всё. На счету известного московского писателя, профессора МГУ, сотни биографических книг. На выставку «Радость слов» он привёз самые лучшие, отмеченные престижными литературными премиями, чтобы лично рассказать о них своим читателям. Я отыскиваю в русской истории светлых личностей, которые могли бы показать потомкам добрый пример. Все эти люди очень разные по характеру, но они все в копилку русской истории, национальной, церковной, положили свою золотую монету. Такую большую выставку православной литературы в Липецке открыли впервые. В нашу область приехали писатели из разных уголков России. Пять дней они будут общаться с читателями и презентовать свои книги. На выставке представлены сотни книг. Это из «Жития святых», историческая литература. Есть и справочники по православной культуре. Не забыли о маленьких читателях. Целый раздел посвящен детской православной книге. Книги на стеллажах победителей литературных конкурсов. Некоторые отмечены патриаршей премией. Одной из самых престижных в православном мире. В день открытия выставку посетили десятки лепчан. Здесь много разнообразия. Андрей Ткачев, Дмитрий Смирнов, Ротеерей. Не в каждой лавке можно такое разнообразие. Здесь очень много. Мне очень нравится. Я себе уже накупила. Выставка «Форум» продлится пять дней. За это время лепчане не только познакомятся с авторами и их произведениями, но и смогут посмотреть фотовыставки, а также приложиться к мощам святителя Тихона. Ковчег будет пребывать в Храме всех святых на улице Водопьянова до 29 октября. Просветительский проект издательского совета реализуется по усовению святейшего патриарха Кирилла. Первые мероприятия, выставки «Форум» будут сопровождать рождественские чтения в нашей партии. Сегодня мы открываем здесь выставку с новыми произведениями, современными произведениями. Очень много сейчас писателей, которые пишут на духовные темы. Открыл выставку митрополит Калужский Боровской Климент. Он возглавляет издательский совет Русской Православной Церкви. Книги, отмеченные патриаршей премией, он подарил школам и библиотекам нашей области. Возможность привлечь внимание детишек и приобрести те книги, которые призывают к совести, к доброте, к выполнению тех церковных заповедей, которые должны быть известны каждому человеку. В Липецк приехали священнослужители со всей страны. На протяжении трех дней они будут не только совершать молебны, но и участвовать в научных дискуссиях. Конференции пройдут практически в каждом районе области. С выставки «Радость слова» и началось открытие 26-х рождественских чтений. Ольга Родина, Михаил Жилкин, Липецкое время.